Сегодня мы подружим бесплатный сервис Quizlet с ChatGPT с тем, чтобы заняться английским. Те, кто любит, когда все мигает, сверкает, требует денег, но не очень продвигает вас в английском, можете это видео не смотреть. Тут все по олдскульному. Хотя, наверное, назвать олдскульным ChatGPT сложно, но начнем с Quizlet. Тут есть какие-то дополнительные функции по изучению и запоминанию, но они начинают со временем просить денег, а мне кажется, все это не работает. Нужно просто мучительно и настойчиво запоминать слова. И вот, собственно, Quizlet создан для того, чтобы их запоминать. Бесплатно. И лучше простых карточек, я думаю, никто до сих пор для этого ничего не придумал. Вот тут неприметная кнопка, что делать это можно бесплатно. Комплект карточек здесь называется учебный модуль. Создаете учебный модуль, как-то называете и добавляете слово и перевод. Что может быть проще? Девушка. Эггел. Надо язык выбрать, а то не сохранит. Все равно не сохранит, надо как минимум две карточки. Можно с кем-то поделиться. Кстати, да, я забыл. Тут можно было выставить настройки доступа. Вернемся к модулю и поставим, что видно только мне. Окей. Ну и, собственно, вот. Карточки. Классика, практически бумага. Но при чем тут ChatGPT, спросите вы? Да, собственно, при том, что слова для этих карточек вполне логично в этом ChatGPT и брать. Мы скидываем в ChatGPT набор слов через запятую и говорим, сделай из этого таблицу с переводом на русский язык в двух вариантах и два варианта использования в предложении. А потом копируем эту таблицу и вставляем в Quizlet. Давайте создадим новый модуль. Тут есть импорт, и даже без заморочек с разделителями он подхватывает все достаточно неплохо. Слово, перевод и вариант использования. Видно только мне. Еще тут есть хорошая штука – возможность добавить к карточке изображение. Художественные достоинства здесь не важны. Важно, что при изучении любого блока карточек есть примерно 10% слов, которые вообще невозможно выучить. Но вот изображение в данном случае может помочь, но не злоупотреблять. Ставьте только на эти незапоминаемые слова. Опять забыл про язык. Все. Теперь я создатель модулей. Можно приступить к изучению слов. Вот так мы разворачиваем на весь экран. Есть параметры. Сортировка. Это он будет раскидывать на знаю-не знаю. Тут список горячих клавиш. Полезная вещь. Потом расскажу. Тут выбор того, какую сторону карточки он будет показывать первой. В данном случае оборотную. По опыту с английского на русский запоминается быстро, с русского на английский медленно. Ну вот хорошо погонять то так, то так по несколько раз. По многу раз. Еще тут можно добавить карточку в избранное. И потом выбрать смотреть только избранное. Это способ подсортировать карточки, которые запоминаются плохо. Теперь что касается горячих клавиш. Стрелки на клавиатуре гоняют карточки назад-вперед. Пробел переворачивает текущую карточку. Английское «А» включает озвучку. Повторное нажатие отключает озвучку. Если озвучку не отключать, он будет на автомате проговаривать все карточки. И это, конечно, тоже мечта детства. Я вообще не понимаю, как мы раньше изучали язык без этого. Теперь, собственно, где брать те самые слова, которые он потом переведет в таблицу. Можно тоже попросить об этом чат GPT, но с ним придется повозиться. По меньшей мере нужно использовать магическое как преподаватель. Но и это не всегда помогает. Даже при беглом взгляде ясно, что это не B2. Проверить можно, например, вот здесь. Ссылка на ресурс будет в описании. Тоже неплохая штука. Да, это А1. А вообще здесь же можно эти слова и брать. Тут наиболее употребимые, разбитые по уровням. Можно прямо пробежаться и выбрать те, что не знаете. И записать к себе куда-то через запятую. Я веду вот такую штуку. Когда смотрю кино или читаю и встречаю незнакомые слова, записываю, а потом делаю карточки через чат GPT. Но если сильно помучаться, чат GPT тоже выдаст вам список слов. Еще, конечно же, нужно упомянуть, что Quizlet есть под Android. Он синхронизируется с веб-приложением. И в данном случае приложение под Android, конечно, более востребовано, потому что всегда под рукой. Здесь также можно включить озвучку. Добавить в избранное. И выбрать, показывает ли лицевую или оборотную сторону. Все термины или только со звездочкой. Еще можно перемешать. В приложении под браузер тоже, кстати, можно перемешать. Забыл показать, но найдете. Для любителей Duolingo скажу. Ничему вы там не научитесь. Игрушки это все. А еще скажу, что для углубленного изучения языка лучше использовать GPT-4, который бесплатно поставляется вместе с сервисом Коулс. Который поможет персонифицировать вашего преподавателя. Ссылка на скринкаст в описании. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов. И теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok